Повсюду 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 Соня, Соня, ну как можно спать? Да ты посмотри, какая прелесть. Ах, какая прелесть. Да просни же, Соня. Ведь эдакой прелестной ночи никогда, ну никогда не бывало. Соня, ну как можно спать? Да ты посмотри, что за прелесть. Ах, какая прелесть. Ты посмотри, что за ночь. Разве была когда-нибудь такая ночь? Да такой же ночи не было никогда. Ты посмотри, какая луна. Да проснись же ты. А я, мне кажется, больше похожа на Соню. Ой, на Наташу. Потому что я, мне кажется, такая же безрассудная, как и она. Так, пожалуйста, следующий. Ну, хотелось стать актрисой вообще. Ну, вбила себя в башку, я не знаю. Конечно, провалилась. Послушали, все, сказали спасибо, нам не нужно. Естественно, встал вопрос. А в Москве оставаться или ехать? Конечно, в Москве. Конечно, конечно, потому что какая здесь жизнь в Москве, какая там у нас не сравнится. Зачем мы врем друг другу? Ну, никто не хочет плохо одеваться, никто. Все хотят быть красивыми. Начнем, может быть, мы за съемку? Как договаривались? Ну, как договаривались, только чтобы меня не узнали. Ну, по-моему, в таком гриме ты сама тебя узнаешь. Ну, начнем. Ну, давай начнем. Если бы все профессии оплачивались наравне с проституцией, какую бы ты выбрала? Не знаю. Ну, вообще, мне... Мне нравится профессия врача. То... Мне кажется, вот... Нет, я могла бы быть врачом. А актрисой как же? Ну, это... Ну, это было. В юности. Нет, вот врач мне очень нравится. Наверное, я была бы врачом. Ну, а вот стеснение не вызывает тебя все-таки вот это занятие? Вообще, стесняться приходится. Бывает так же, стыдно просто. Ой, как бывает стыдно. Ну, потому что вот это очень бывает. Ой, бывает, конечно. Ну, а с другой стороны, ну, почему я должна стесняться? Ну, вот булку покупаешь в магазине, да? Ну, тебя же никто не спрашивает, проститутка ты или честная, правда же? Почему я должна хуже жить других людей? Почему? Ну, почему? Ну, как я могу на сто рублей прожить нормально? Ну, как? Я же человек. Ну, я хочу хоть чуточку быть счастливой. Понял вас, понял. Обратите внимание на автомашину такси 83-54 МММ. Понял, понял. Сейчас стройлю подъехать. А я не знаю, за что меня забрать. Так вот хотим узнать, что вы у нас делаете. Я же в ресторане сижу. Ну, что? Ну, нечего. Вы сейчас очень устали в ресторанах у нас. Да, я уже 10 дней не была. Пришла, подработала в гостиницу. Так, трудовой, не трудовой доход? Я вот считаю, что доход трудовой. Вот это интересно, почему? Это позвольте своей поспорить. Ну, вот вы бы взяли и попробовали бы, посмотрели бы, как у вас, трудовой год или не трудовой. Ну, такой трудовой, потому что безусловие это ужас какой-то. Попробуйте познакомиться надо с мужчиной. Понравится ему. Еще ему уговорить его, чтобы он денег дал. Ну, всякие же бывают. Бывают там, извините, импотенты вообще. В основном, я люблю итальянцы, японцы. А вот финны, они все в основном импотенты. У меня, кстати, такой летчик был с Буэнос-Айреса, как его любила. Он мне говорил, мне так жалко, что ты не живешь в Буэнос-Айресе. Я говорю, мне тоже жалко. Я часто сижу и грущу, я умею плакать без слез. Я делаю пустые глаза и на каждый вопрос отвечаю «за». Но утром по пути в киоск, я часто хочу, чего нет. Меня научу я мечтать, свежая краска газет за юзкий чат. Мне надо быть в курсе, я делаю деньги. Мне надо быть в курсе, я делаю деньги. Фальшивые деньги. А ты мне сделаешь презент? Я хочу презент от тебя. Для меня? От тебя, для меня. Презент. У тебя были русские женщины? Русские женщины. У тебя есть в беде? О, русский секс. Очень красивый. Очень красивый секс. Я хочу тебя. Сколько ты мне дашь денег? Мне нужно денег. Я комсомолка. Понимаешь? Я работаю, у меня нет денег. Я не понимаю русский. Пиши, давай. Пиши. Ты красивая девушка. Но эта красивая девушка хочет доллар. Сколько? Пиши. Сколько ты мне дашь доллар? Ванну. Иди сходи. Ванну. Пыль. Улица. Трит. Ааа. Фейс. Душ. Помыться. Массаж? Угу. Массаж называется, да? Да. Тихонько. Не спеши. Ааа. Мы хотим. Это кто Resident Картин, Тихань. Аааа. Ааа. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да все этим занимаются Все этим занимаются Начиная потрушницами Сопливыми и кончая Кандидат наук Вообще, вот, знаешь Любой женщине, да и бабок Она впишется Да я так чувствую, что впишется Красиво и мудро Сказал один поэт Улыбка рождает Улыбку И в вашей Компетенции, девочки Родить счастливую улыбку На лицах наших гостей Улыбка, улыбаться Гостям Это не ваше личное Дело Это служебная обязанность Вы должны Научиться владеть своим лицом Гости Должны видеть вас Элегантными Красивыми Обаятельными Жизнерадостными Улыбка Это основа Вашего служебного облика И мы с вами Будем учиться улыбаться Пожалуйста, отложите Страдочки Собрались Горизонтально Раздвигая уголки губ Произносим Слово Сыр Так, попробуем Все вместе Жизнерадостные Вы их приглашаете В нашу страну Добро пожаловать Мы очень вам радуем Пожалуйста, еще разочек Сыр 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 Еще раз Сыр 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 Я тоже хочу, я хочу, чтобы у меня было хорошее жилье, чтобы машина была, чтобы если я сходила, вот поехала на хороший курорт, отдохнула бы, хорошо провела время, в море покупалась. А отдыхаешь летом, если не здесь? Ну, конечно, естественно, конечно, обязательно, обязательно, обязательно. То есть отдых отдельный, работа отдельный или это совмещается? Нет, ну почему, это совместилось, смотря как, нет, ну смотря как бывает, бывает, что мне вообще никто не нужен, я вот хочу быть одна и все, ну мне никто не нужен, вот, ну там подходит ко мне мужчина, там я сижу где-то, вот, мне не нужно никого, я хочу побыть одна, А он ко мне там начинает приставать, я взяла и там отказала ему, если он агрессивно начинает приставать, я там, да я даже могу заплатить этому мужчине, я могу ему заплатить, чтобы он только от меня отстал. Да ходить они ходят, эти девицы легкого поведения, они ходят, но мы с ними просто введем эту борьбу такую и загораживаются. Мое отношение к этому явлению самое превратное. Почему? Потому что это позорит наш советский строй, вообще наши порядки. Несмотря на всю эту борьбу с этим явлением, тем не менее, она еще продолжает процветать, понимаете, и до сих пор это никак не могут искоренить из нашего, в нашем обществе. Нет, 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 ну я вообще, я, Сережа, я редко, я редко просто встречала людей, которые не берут бабки, ну редко, понимаешь? Ну там в Континентале есть один швейцар, чесовщик, он никогда вообще не брал бабки, ну чем это с девчонками пошли, по полтиннику скинулись, по четвером мы были, на двух сотнях он раскололся, вот пожалуйста. Да, ну что об этом говорить, ну я вот этим летом была в Сочи, да сколько я там этих бабок оставила, большим этим и маленьким начальникам разным, не передать просто. Значит, противно все это, ну он и деньги с тебя возьмет, и попользуется тобой, да еще там нервы, там все это всегда сестрит, ну мне неприятно это все вспоминать, что об этом говорить. Они просто порой проходу не дают иностранцам, но глядя на них, приходит порой мысль, ведь они воспитывались в такой же школе, читали те же книги, те же журналы, смотрели те же фильмы, в общем, на лучших примерах воспитывались. Но куда же подевалась женская честь, достоинство советского человека совершенно непонятно. В общем-то, образ проституции несовместим с нашими общественными устоями, понятиями и своим развязанным поведением, но они порочат наше завоевание, все лучшее, что есть в нашем обществе. Мы по мере своей возможности, мы боремся с этим негативным явлением, но для этого не встанем и советские усилия, только тогда мы сможем победить эту заразу. Ну а источник заразы, сказал мне один чувак, ну а источник заразы, не верь, это не так, источник заразы, это ты. Муха моя как пряник, Муха моя как пряник, Толстая пирь блестит, Муха моя как пряник, Имеет обрядный вид, Не то, что ты, 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 Эта линга, эта линка моя, саду ягода, малинка, малинка моя. Субтитры делал DimaTorzok Айлайд-призант 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 Ты по-русски же понимаешь, нет? Да А почему ты мне не ходишь? Ты хочешь меня? Я хочу тебя Питер Ааа... Нет... Марш Волт Дрожишь... Давайте застегну Как много? Как много долларов? 400? У-у-у-у-у-у Как дела, барышня? Какое? Просто врагульник За нескромный вопрос, а вы религиозный? Католик Я понимаю, к чему вы ведете Это очень смахивает на подвох А я отвечу Магдалина тоже была проститутка, она стала святой Этим девушкам это не грозит, по-моему Но почему? Все может случиться в этой жизни Скажите, а все-таки как с вашей верой совмещается вот эта покупка человека? Как вы компонете свою религию с компривенцией для человеческого тела? Дело в том, что продается не только человеческое тело Продажность существует в обществе в самых разных проявлениях Ну, например, мы видим продажность и проституцию в гостиницах Видим в такси, когда водитель вынуждает нас переплачивать Я мог бы привести много примеров, подтверждающих, что проституция Это не только эти женщины Но и многие другие вещи, которые широко распространены в обществе И все-таки для нас, иностранцев, приехавших в СССР Очень неожиданно видеть все это в вашей стране Если бы в Бразилии мне сказали о существовании в СССР проституции, я бы не поверил В настоящий момент начали об этом у нас писать Как видите, снимать И тем не менее, я так думаю, что подавляющая большинство советских людей тоже в это пока еще не верят И большинство, большинство советских людей тоже, по сейчас, не кричат, что это действительно существует Лучше горько и правда, чем вот такое умолчание И лучше сказать, что правда, амарка, 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 амарка Если с детства человека приучают обманывать, не так сложно начать жить двойной жизни Несомненно, проституция это образ жизни Это попытка жить лучше, чем другие члены общества Субтитры создавал DimaTorzok Уважаемые гости, мы приглашаем вас совершить увлекательную прогулку на вертолете к Альпийским лугам горы Пиш Одно из самых живописных гор Кавказского хреста Я ем на помойках, я пью из луж Дождь меня мочит, дождь мне как душ и солнце Едут машины и талят меня Но вместо асфальта мне снится земля и солнце Я очень люблю отдыхать в валютных барах Там очень интересные дискотеки, интересная публика Просто интересно, смотришь на публику, как журнал мод И сюда вот за что ты попала? За престол середине... Сюда попала за обмен валютой и кражу Имущества иностранных граждан Вот мне это удивительно, при таких доходах 100, 200, 300 долларов в день Говорят, прийди, аппетит разгорается Хотелось еще больше Стала брать валюту То есть Уже брала такие суммы Порядочные Что, допустим, за месяц я могла себе купить уже норковую шубу За месяц? Да, за месяц Это занимаясь проституцией? И валютой Так проще Нет проблемы той, которая стоит перед обыкновенным человеком То есть весь день ты проводишь для себя и для своего удовольствия А не сидишь 8 часов за станком Я хлебные крошки ищу на земле Ты пинаешь меня, но и тоскуешь по мне Тоже ты Я грязен, я болен, моя шея тонка Свернуть эту шею не трогнет рука у тебя Я самый плохой, я хуже тебя Я самый ненужный, я гадость я трях Зато я умею летать 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 Зато я не встал Снился номер Гостиница прибалтийская Я захожу в комнату Открыты все двери Окна И ветер свежий-свежий Потом я проснулась И поняла, что нахожусь здесь Здесь обычно так устаешь на работе, что приходишь и ничего не снится, просто проваливаешься куда-то и все. Соня, Соня, ну как можно спать? Да ты посмотри, какая прелесть! Ах, какая прелесть! Да проснись же, Соня, ведь те такие прелестные ночи никогда-никогда не бывали. Ты пойди сюда, душенька, голубушка, пойди сюда. Ну видишь, вот так было, села на курточке, вот так подхватила себя под коленки, туже, как можно туже, натужиться надо и полетела бы. ПЕСНЯ Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...